Как это это? Длема заключённых. Длема заключённых. Ну, изникак. Или бандита. Нет, экономично заключённых. Длема заключённых. Все знакомы с этим понятием? Поднимите руку, кто не знаком. Так, быстренько просмотрим. Что? Что? Не-не-не. Всё равно это лучше повторить. Это, скажем так, игра для двух игроков. У каждого игрока есть две возможности. Одна называется кооперация. Вторая — предательство. По-английски — defect. То есть мы вдвоём с Сашей играем. Я выбираю C или D. И Саша тоже независимо от меня выбирает C или D. И у игры следующая... Как эта матрица называется? Выплат. Выплат? Да. Следующая матрица выплат. Что для C и C это 3 и 3. Для D и D это, скажем... Ну, пусть будет 2 и 2. Наоборот. Что? Наоборот. Не-не-не. Не-не-не. Секунду. Секунду. Эта матрица выплат. То есть чем больше, тем лучше времени. Выплату? А, ну да. Тогда да. Для D и C это 5 и 0 и 0 и 5. Как читается эта матрица? Это мой выбор. Это выбор Саши. Скажем, если я выбираю C и он выбирает C, то я получаю 3 рубля и он получает 3 рубля. Если я выбираю C, он выбирает D. Я получаю 0 и он получает 5. Всем понятно, как понимать эту матрицу? А почему он получает? Числа могут быть разными. Важно, что 5 больше 3, 3 больше 2, 2 больше 0. Еще важно то, что 3 плюс 3 больше, чем 0 плюс 5. Это же как-то связано с... Сколько лет они получают? Да, да, да. Сейчас я расскажу, почему это называется так. Это единственное, что важно. Почему эта игра интересна? Посмотрим, что стоит делать мне. Скажем, как я рассуждаю? Я рассуждаю, что Александру он может выбрать C. Я не знаю еще ничего об этом игре, я просто смотрю, что он может выбрать. Если бы он выбирает C, то мне стоит выбрать D. Потому что я тогда получаю больше. 5 больше 3. Что будет, если Саша выберет D? Опять, 2 больше 0, мне стоит выбрать D. Так? То есть независимо от того, какой выбор делает Саша, в обоих случаях я получаю больше, если я выбираю D. Матрица симметрична. То есть точно так же думает Александр. Он приходит к выводу, что 5 больше 3, то есть в этом случае лучше D. И 2 больше 0, в этом случае лучше D. То есть и он выбирает D, и я выбираю D, и мы получаем оба по 2 рубля. А если бы мы оба выбрали C и C, то мы бы получили по 3 рубля и лучше 2. Как-то это странно. Почему называется дилеммой узника? Придумана история такова. Да, мы разбойники, преступники, нас поймали, то есть мы с ним вдвоем сейчас в заключении, но полиция доказать, без нашей помощи доказать полностью все о нас не может. И поэтому нам предложена обоим из нас предложена сделка. Мы можем или молчать, то есть предложена сделка такая, что если я рассказываю о том, скажем, закладываю Сашу, то в общем там матрица, похожая матрица, только выплата не в рублях, а в годах заключения, что если мы оба молчим и закладываем друг друга, то полиция может доказать что-то, какое-то несущественное преступление. Скажем, у нас у обоих при взятии было оружие, или за ношение оружия без разрешения нам обоим могут дать по полгода. Если я Сашу закладываю, а он молчит, то меня отпускают за сотрудничество, только сотрудничество сейчас в другом смысле. То есть я получаю 0, а Саша получает минус 10. Наоборот, точно так же, минус 10, 0. Если мы оба друг друга закладываем, то мы получаем, скажем, полное наказание минус 5. Это уже больше, чем первые течения, мне кажется, должно быть 7. Может быть и 200. Это полгода. А это полгода. Это полгода, а это 5 лет. Окей, все, ясно. И опять-таки, как думаю я, если Саша меня закладывает, то мне точно лучше его заложить тоже, потому что тогда я получу только 5 лет, иначе 10. Если он молчит, то опять-таки, мне стоит его заложить, потому что даже те полгода мне не придется просидеть, меня сразу отпускают. Точно так же думает Саша, мы друг друга закладываем, получаем по 5 лет. Если бы молчали, то через полгода выслужим. Это изначально почему так называется? Это называется эта игра. У этой игры бесконечное количество разных вариантов. Например, вот у Саши есть карандаш, у меня есть ручка. Мне нравится карандаш больше, чем моя ручка. Саше нравится ручка больше, чем его карандаш. Мы оба имеем возможность или передать то, что есть у нас второму, или не делать это. И мы решаем независимо друг от друга. Какие у меня есть варианты? Что я думаю? Если... А да, и мы оба, мы предпочитаем иметь и карандаш, и ручку больше, чем что-либо из... Что-либо одно. Это понятно. Что если Саша передаст мне карандаш, то... Зачем мне передавать ему ручку? Карандаш и ручка лучше. То есть мне стоит оставить себе ручку. Если он и не передаст мне карандаш, то тем более передавать ему ручку не стоит, потому что тогда у меня не будет ничего. Поэтому я... Видимо, и в том, и в другом случае... Получается лучше, если я не передаю ему ручку. Он думает так же, что ему лучше не передавать карандаш. И мы остаемся я со своей локонькой ручкой, он со своим локоньким карандашом. А вот карандаш был бы мне очень... То есть, опять-таки, результат, который выглядит рациональным, хуже, чем если бы мы обнялись. Спасибо. Это та же игра, с такой же матрицей выплат, но совершенно не упоминает об узниках. То есть, например, если кто-то хочет рассказать об этом детям дошкольного или дошкольного возраста, то стоит придумать что-нибудь такого типа вместо того, чтобы рассказывать про узнику. Я не знаю. Эту игру можно обнаружить в очень многих действительных... То есть, в природе, скажем, в биологии она часто встречается. Сейчас я могу выдумать, могу сказать пример, но если почитать в Википедию, там будет куча-куча этих примеров. Где ее успешно реализуют или неуспешно? И то, и то. О чем мы сейчас будем говорить, это когда в эту игру играют не люди, а играют программы. А можешь синим писать? Получше видно будет даже. В общем, дилемма узника для программ. Самый первый вариант, самый первый, наверное, самый известный вариант, это соревнования, программ в начале, или в конце 70-х, или в начале 80-х годов. В общем, очень давно, когда играет вместо себя программа против программ других участников. И соревнование такое, что это игра повторяющаяся, как Ефим сказал. То есть, каждая пара программ играет друг против друга не один раз, а сто раз. По-моему, это было в начальном варианте. Это было именно сто раз. И каждый раз, как в качестве импута, программа получает, что произошло в предыдущих раундах. То есть, в самом первом раунде программа должна решить выдать все виды без какого-либо импута. Но во всех последующих раундах, как импут, программа получает, что сыграл противник в предыдущих раундах. По отношению к этой программе? По отношению к этой программе, да. А потом не было, если на Индии еще и одна получает отношение с Эфимом? Было все. Если поискать научные статьи со словами признанных с Биланом на Google Скоро или что вы, сотни тысяч статей написаны. То есть, не сотни, не тысячи, а сотни тысяч статей написаны на эту тему за прошедшие 40-50 лет, что эта игра известна. Но, мне кажется, один из самых известных результатов – это то, что произошло в этом соревновании. Победила программа, которая называется Fit4Tag. Это очень простенькая программа. В самом первом таком соревновании эта программа была написана на бейзике. Именно четыре строки на этой программе на бейзике. Делает она следующее. Начинает с кооперации. И потом в каждом следующем раунде она играет то же, что играл противник против нее в предыдущем раунде. То есть, я начинаю с кооперации, а потом смотрю. Если мой противник кооперирует со мной, я также дальше продолжаю кооперировать. Если он предает, то в наказание в следующем раунде я предаю его. Победа в этом соревновании что означало? Что? Победа как обретелась в соревновании? Победа, что была какая-то матрица выплат. В каждой игре программа получает сколько-то очков, побеждая программу, получившую наибольшее количество очков. Суммарно. Против всех противных. То есть, это очень-очень простенький алгоритм, который, если подумать, против него довольно просто выиграть. Но, если противников много, то как-то суммарно все равно эта программа выиграет. А были какие-то вещи, насколько это устойчиво к изменению соотношения этих чисел? То есть, может быть, сильно больше выиграть там? К сожалению, я не знаю деталей. Я знаю, что, когда произошло первое такое соревнование, это было интересно. Ну да, выиграла такая простенькая программка. Что было гораздо более интересно, что она выиграла и в следующем соревнованиях. И в следующем. В общем, довольно стабильно это один из лучших претендентов. Что? Там же было улучшение. Прощающее. Да, это самое. Тип-фор-так не работает в случае, если в системе есть помехи. То есть, скажем, выплата производится по тому, что программы действительно решают, но потом в следующем раунде импут может быть изменен с какой-то вероятностью. То есть, это как бы симуляция, симуляция действительности, где можно что-то недослышать, недопонять что-то, в общем, с ошибками. То есть, если тит-фор-так играет против самой себя, в идеальном случае он начинает копировать и копирует до самого конца. Но если происходит ошибка, то есть, скажем, один из тит-фор-так думает, что в одном из раунде противник ее предал, то они попадают в этот циркл, что я предаю тебя, потом ты предаешь меня, я предаю тебя и так далее. Из этого порочного цикла они не могут выкарабкаться. Поэтому используется тит-фор-так с прощением. То есть, если противник предал, то я предаю только с какой-то вероятностью. Скажем, с вероятностью 95% я его наказываю в следующем раунде, с вероятностью 5% прощаю. А сегодня все время придает? Это первый раз. А? Да. Программа, которая все время придает, она выигрывает против тит-фор-так. В первом раунде. Потом они получают. Но получают большее количество очков. Проблема в том, что если из участников много тит-фор-тетов, то они, играя друг против друга, набирают за 100 раундов больше очков, чем они теряют против противников, которые всегда... Сто раундов как бы разный учет? Нет. Каждая пара участников играет друг против друга 100 раундов. Имеется куча-куча разных вариаций на эту тему. Например, есть эволюционные соревнования, когда программы... Одна программа – это не один индивид, а это один вид. И количество индивидов этого вида зависит... Начинается с какого-то... Все виды начинают с какого-то количества, а потом размножаются в зависимости от того, какое результата не получать. То есть, если один из видов, одна из программ... И здесь играет не конкретно из 100 раундов, а много раз друг против друга, каждый раз какое-то количество раундов. И потом, в зависимости от того, так сказать, фитнес, насколько этот вид жизнеспособен, уменьшается или увеличивается количество индивидов. И смотрим, что в результате, в результате что получается. Интересно, что в таких эволюционных соревнованиях тит-фортеп не выигрывает обычно, что получается, пока противников много, пока разнообразие видов довольно большое, тит-фортеп живет нормально, размножается, получает довольно много... Довольно много количества очков. Но потом, как участники начинают вымирать, видов становится меньше и меньше, специализированные виды довольно быстро убивают фит-фортеп. Это для интереса просто. Есть какие-нибудь красивые визуализации, когда-то происходят? Есть. На ютубе надо смотреть? Можно на ютубе. Я помню, что я видел. Не знаю, где стоит это рискать. Да. Но для нас интересен не метод, а метод вид соревнований программ с повторяющимися раундами, а довольно специфичный вид соревнования, когда... Немножко философии. То есть игра специально придумана так, что если действуешь наивно на свою выгоду, то получаешь... то вы оба получаете вот это. То есть хотелось бы получить этот результат. Скорее нет. Идеально хотелось бы получить этот результат. Но это явно недостижимо, если играешь против противника, который похож на тебя. То есть если играешь против противника, который похож на тебя, хотелось бы получить этот результат. Но не знаешь, что будет делать твой противник. То есть как-то хочется понять, что будет делать твой противник и наказать его в случае, если он не кооперирует. Но если с этим оппонентом можно кооперировать, то идеально хотелось бы достигнуть этого результата. В этой игре с повторением, со 100 раундами это было возможно, потому что мы могли посмотреть, что произошло до этого, какова была история наших отношений. Но что будет, если мы знаем больше о нашем противнике? Что самое наибольшее, что возможно знать о нашем противнике в случае программ? Полный исходный кооп. Соревнования. Теперь мы можем посылать на соревнования программы, программа, которая получает один импут, исходный код противника и должна решить один... То есть все программы играют друг против друга один раз. И против каждого противника получаешь что? То есть вы играете вместе, я знаю исходный код моего противника, он знает исходный код моего противника, и мы можем делать с этим исходным кодом что угодно и как-то решить на основании этого, что делать нам. А наивная программа, я забыл как она называется в литературе, назовем ее эмюлейт. То есть это наша программа, x исходный код нашего противника. Если... Есть разные варианты с рандомизацией, есть варианты без. Нам более интересен вариант без рандомизации. То есть мы знаем, что когда мы нас запустили с противником x, в то же время противник x и x запустили с нами. То есть мы просто попытаемся вычислить, что он будет делать. А если наш противник кооперирует, то и мы кооперируем тоже. В противном случае... ...придаем. ...в чем проблема? Во-первых, как это сделать? Как это сделать? В соревновании посылаются программы, которые получают, скажем, одну строку символов, и никакого другого ввода, вывода делать не могут. А как, 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 как сделать это? Как написать такую программу, которая знает свой собственный исходный код? Это всем домашнее задание. Называется Quine. Кто об этом не слышал, это действительно очень... И умеет программировать на каком-то языке. Это очень хорошая задачка. Написать программу, которая может напечатать свой собственный исходный код полностью. Без всякого манипулирования файлов и так далее. Заметим, что нам это... В этом случае нам это нужно. Иначе мы не можем... Просто не можем запустить нашего противника с нашим исходным кодом. Главное, что это возможно. И при этом это возможно в более расширенном смысле. Любую программу, любую существующую программу можно изменить так, чтобы кроме того, что она делает нормально, она еще могла произвести в какой-либо форме. Напечатать в памяти в виде страхи символов, чтобы представить свой собственный исходный код. То есть, любую программу можно изменить так, чтобы она знала, в каком-то смысле, знала свой исходный код. Да, то есть, это первый вопрос. Второй вопрос, что... Это только звучит хорошо, но что произойдет здесь в действительности? Если наша программа играет против простого противника, который, скажем, константный противник, который со всеми кооперирует, мы поймем, что он кооперирует, и будем с ним кооперировать. Если константный противник, который всех предает, мы это поймем и тоже его предадим. Что будет, если наша программа играет против похожего противника, скажем, против самой себя? С самого начала, что она делает в начале? Если ее запустить против самой себя, она никогда не остановится. Можно попытаться исправить ситуацию, скажем, мы вычисляем, что будет делать наш противник на миллионы итераций. Из этого, если за миллион итераций он не остановится, то предполагается, что берем дефолтный вариант и его выбираем. Это, опять-таки, ничем не лучше, если эта программа играет против самой себя. Она начинает, она себя запускает, которая себя запускает и так далее. После миллиона шагов прекращает свою эмуляцию и передает себя. И тоже делает ее опоминание. Это не совсем то, что мы хотели достичь. И ситуация не поможет, если, скажем, рандомизировать это число шагов. Потому что если я выбираю, то есть я играю против Сэши, я эмулирую его за миллион шагов, а он гораздо более терпеливый и симулирует меня на миллиард шагов, то когда я начинаю работу, я запущу его, который запустит меня, который запустит его, который запустит меня. Через миллион шагов все еще ничего не произойдет. В моей симуляции я пожму плечами и скажу, что я его предаю. Он, в свою очередь, он это выждет, его эмуляция, которая прошла бы, которая гораздо более терпелива и ждала бы миллиард шагов, через миллион шагов поймешь, что я его предаю, и в ответ придаст меня. Это не совсем то, что мы хотели. Здесь есть некоторые не совсем тривиальные результаты. Тривиальный результат, что если я играю против себя самого дословно, то есть программа, которая полностью идентична моей, это я могу узнать. Я могу добавить сюда один if. И если x равен мне, то я кооперирую. То есть я могу узнать точную копию себя. Если противником является точная копия меня, то мы можем достигнуть этого желательного результата. но это не совсем то, чего мы хотели бы. Мы хотели бы узнать, расположен ли к нам наш противник, расположен ли противник кооперироваться. Так, что можно сделать? Ну, я сотрусь здесь. Что можно сделать? Это... На первый взгляд это выглядит очень похоже. Что здесь мы просто пытались вычислить, так сказать, эмулировать нашего противника. А сейчас что мы сделаем? Попробуем определить без вычисления, что делает наш противник. Как это возможно? Как это возможно? Я могу написать в какой-нибудь формальной системе формулу. Я поставлю пока в кавычки. Что здесь был противник. Что противник — это программа. Мы — это тоже программа. И мы можем составить... Это не так... Это не тривиально, это не совершенно просто, но это возможно в какой-нибудь формальной логической системе написать формулу, которая означает, что вот эта данная программа, если ее запустить с вот этими входными данными, выдаст этот результат. Эта формула, это будет очень-очень длинная формула, она должна содержать формальное описание языка программирования, на котором написана эта программа. Что значит, что эта программа делает то-то, то-то, то-то. Поэтому это формула в кавычки. Но это возможно. Это... Если есть язык программирования, который имеет какое-нибудь формальное определение, это возможно, это механистический процесс написать такую форму. А теперь попробуем доказать эту форму. У нас есть формальная система. Мы можем... Есть формальная система, есть формула. Можем запустить поиск доказательства формы. И получим следующую программу. Эта программа исторически называется FairBot. Fair это... Что? Справедливый. Да. Справедливый робот, который делает следующее. If Provable То есть, если доказуемо, что противник учит нас как input выдает C Если эта формула доказательства то вот такая вот программа. Здесь здесь есть два момента, о которых мы говорили недостаточно. Как написать эту формулу? Для этого нам нужно определиться с какой-нибудь формальной системой. Скажем, выберем формальную логику. Как называется? First order логику? Что? Первого порядка. Скажем систему аксиоматизации арифмит. Это не самый лучший выбор для нас, но это один конкретный выбор, которым это можно сделать. то есть это одна часть, как сделать это. Я не хочу особо долго на этом остановиться. Это возможно, это механистический процесс. Формализировать язык программирования, формализировать или компьютер, виртуальный машин, в котором эти программы перепишутся, и написать формулу, что такой-то машинный код с таким-то импультом делает то-то. Это первая часть, которая немножко замазана. Вторая часть, что означает это доказуем? Опять-таки, не входя полностью в детали, это какой-то поиск доказательства. К сожалению, у нас нет достаточно времени. Что такое доказательства? на пару минут про это поговорим. Из чего состоит такая формальная система? Логика первого порядка обычно состоит из у нас есть какие-то символы. Если говорится об арифметике, есть у нас ноль, есть у нас обычно нет единицы, есть символ последования. Если мы хочем записать единицу, это S. Если 2, это S. 3, это S. Можно было использовать обычную десятичную запись, обычно проще. Константы есть у нас символы как плюс умножение можно добавить еще все, что угодно, что есть в арифметике, обычно плюсы умножения достаточно. Есть у нас логические символы. и или нет, есть у нас переменные, целая куча переменных. Что еще? скобки есть. Есть квантеры. Все существуют. Пойдем. Есть у нас символы. Из этих символов можно составить формулы. То есть есть описание какой набор символов является правильно описанной формулой. То есть 2 плюс х равно это не формула. 2 плюс 2 равно 5. Это формула. Она ложная формула, но формула. То есть из символов составляем форму. Потом как-то нужно определиться, какие формулы считать правильно. Что является правдой о числах? Это аксиомы. Аксиомы это обычный набор нескольких. Иногда это бесконечный набор. Даже скажем так, чаще бесконечный набор формул, которые мы принимаем как данные. и как называется это? Правила вывода. Спасибо. Обычно правила вывода очень простые. Их пара штук. скажем в логике первого порядка это всего два правила вывода. Напишу один. Если у нас какая-то формула с phi следует psi, которая уже доказана, или это аксиома, и у нас есть другая формула phi, то есть это две различные формулы, которые или аксиомы, уже доказаны, из этого можно вывести формулу psi. Если это теорема, и это теорема, это тоже теорема. И это все. Это все, из чего состоит формальная система. После этого мы можем сказать, что такое доказуемо. Формула доказуема, если можно составить список формул, в котором каждая формула или является аксиомой, или выведена одним из правил вывода из предыдущих формул, и последняя в этом списке является та формула, которая меня интересуется. Зачем я это рассказал? Я рассказал это для того, чтобы понять, что это опять-таки полностью металлистический процесс. Для конкретной формальной системы написать программу, которая высказывала бы, что такое, что формула доказуема. Это просто. Единственная проблема это в том, в каком порядке искать доказательства. Она может просто не остановиться, перебор может не остановиться. Это другой вопрос, что перебор может не остановиться, но скажем так, если взять за самый-самый примитивный вариант перебора, это значит составлять списки полностью, полным перебором, полным перебором все формулы и смотреть являются ли они аксиомом и выводятся ли правилами вывода из формул, которые мы до сих пор составили. Это очень неэффективный метод поиска теорем, он никаких интересных теорем нам не найдет, но это полное описание формальной системы. Да, единственная проблема это в том, проблема в том, что этот перебор может никогда не остановиться. Так что нам нужно добавить сюда опять-таки параметр, как и в предыдущем варианте, скажем, что мы перебираем все всевозможные списки формул длиной до длинной константы. Можно спросить, в каких формальных системах про каждую формулу можно понять, чтобы один в логике первого порядка например. В логике второго порядка это не пройдет, но скажем, мы остановимся... В таком смысле можно... Нет, это не правда, что в логике первого порядка по любую формулу можно сказать, выводима она или нет. Для логики первого порядка я могу написать программу, которая... Да, если она выводима, а в другом случае она... Она никогда не остановится. В логике второго порядка не получится даже... Но это пока не важно. Мы выбрали какую-то простую систему, логику первого порядка, и у нас есть очень тупая программа, которая тупо делает перебор формул и смотрит, выводима ли эта формулой с предыдущей и останавливается, когда ей получается вывести искомую форму. Сама по себе эта программа может никогда не остановиться, поэтому мы зададим ей какой-то параметр, что после перебора всех формул длиной максимум миллиард она останавливается. Эта программа скажем так на практике практически это ни для чего не применимо, но теоретически мы можем сейчас открыть наши ноутбуки и эту программу написать в начале и до конца это будет написана программа, которая в принципе будет что-то делать. на практике она никакого интересного случая мы не сможем это выждать, чтобы она что-то выдала, но в принципе она что-то будет делать. Опять-таки можно посмотреть, что будет эта программка делать против простых оппонентов. Скажем опять-таки оппонентов, которые оппонент, это камень, на котором написано коопилировать, константная программа, которая ретерн C. Мы ищем доказательства формулы, что программа, которая всегда возвращает C, возвращает C. Если эта константа у нас лимит перебора не очень ограниченная, то это теорема доказуемая, мы ее доказательства найдем и будем с ней копилировать. Программа, которая всегда возвращает B, то мы ищем доказательства теоремы, что программа, которая всегда возвращает B, возвращает C. если наша логика непротиволечива, то эта формула недоказуемая и перебор поиска доказательства через какое-то время остановится и мы вернем B. То есть в простых случаях это работает. Вопрос, для чего все это было? Что делает эта программа против самой себя? Хочется доказать очень-очень длинную формулу. Да. То есть во-первых мы можем сразу сказать, что она независима. Это было написано так. Она создаст длинную-длинную формулу, что я понимаю саму себя как как вот верну C. Эту формулу можно написать, потом запустит поиск доказательства этой формулы и не найдет доказательства или нет, но через конечное время она становится и вернет нам или C, или B. Вопрос. С одной стороны может быть что в принципе это представимо что доказательства она не найдет и вернет D. И конечно если она вернет D, то доказательства и не находима потому как это должно отходить. То есть это возможно. С другой стороны может быть может быть она кооперирует с самой собой и это можно доказательств и она это доказательство найдет и поэтому кооперирует с самой собой. То есть и тот вариант и тот вариант на первый взгляд не стоп она все-таки она может найти доказательства а может быть может быть ей не хватит просто не хватит Перебор всегда одинаковый, но одинаково идёт в зависимости от того параметра на уровне плохой ситуации. В смысле в зависимости, у него этот параметр фиксирован. Да-да, фиксирован какой-то большой, мы меняем параметр, мы меняем ту штуку, на которую мы запускаем. В рамках одной конкретной программы, либо это правда, либо это нет, либо это кровострадал. Голосуй. В принципе, можем подобрать такой параметр, что-то будет работать, она будет сама собой кооперироваться. Не обязательно, но можно сойтись с какого-то параметра. В общем, вариант. Это возможно вообще. Так как это сейчас написано, и если мы это полностью выразим, здесь всякие, как именно производится поиск, как именно составляется эта формула, здесь есть всякие неясности, но независимо от того, как это не расширить и полностью эту программу не написать, она всегда копирует. Один вариант. Второй. Независимо от этого, всегда получаем B и специально, если кто-то не хочет выражать свое мнение, думать неясно. Скажем, зависит от этого параметра, зависит от того, как ведется поиск доказательства. Я дам пару секунд подумать сейчас каких. Еще раз варианты есть. C, B и неяс. Нет, нет, сейчас, ну это вообще просто вот на данных конкретных 4. Сама на себе? Да. На данных конкретных 4. Ну, пусть будет больше, скажем. 10 в сотой степени, чтобы не упереться в какой-то, который не важен. Это и будет результат теоремы, да? Рассказатель. Именно. Именно. Кто голосует за то, что она копирует? Шесть. Семь. То, что она всегда предает саму себя? Два. Один. Неясно. Семь. Во-первых, я могу подсказать, что, ну, как бы эти два варианта, они не очень интересны. Стоял бы я здесь в доске час, рассказывая об этом, если бы это было. Эта программа коопилирует сама с собой. И при этом она коопилирует довольно, при очень широких значениях параметров. То есть, скажем, я напишу такую программку, используя, я математик-минималист, минималист и мазохист, и поэтому использую только арифметику натуральных чисел, поэтому моя программа очень длинная и сложная. А Саша, он более продвинутый математик, и он использует более сильную формальную систему, скажем, Цермела Франкеля, систему теорий множеств, в которой получится все это выразить гораздо более просто. Но эта система гораздо более сильная, чем арифметика. При всем при этом наши программы будут коопилировать. То есть, при очень-очень широких значениях всяких параметров, если только не сделать этот параметр поиска слишком маленьким, наша программа будет коопилировать. Есть какие-то описания того, какая должна быть система в целомности? Должна быть модель какой-то или что? Да, конечно. Да, конечно. Ну, вообще, достаточно, конечно. Скажем так, должна наша система иметь модель. Мы ищем доказуемость. Если наша система противоречива, обычно доказать можно все, что угодно не будет коопилировать. Я правильно понимаю, что вы это все хотите вывести к тому, что мы, может быть, не глупенькие, а компьютер будет супер умным и типа это модулировать с тем, что у нас там, допустим, слабая система доказательств, у него есть сильная система доказательств. И, мол, мы поэтому можем скопировать. Нет. Мне кажется, это уже перебор, что наша система доказательств слабенькая. Человек вообще неформальная система. Но к тому, что два алгоритма, из которых один имеет гораздо более сильную дедуктивную систему, могут кооперировать при таких условиях, если захотя. Как я сказал, что при наивной имплементации эти программы, они никогда не останутся. Нужно ждать время гораздо более длинное, чем мы можем. Можно попробовать? Попробуй, если ты не прав. Попробуй переинтерпретировать, почему важно, что одна система более мощная, чем другая, и при этом они с нами могут договариваться. У нас более мощная система, она может доказывать какие-то факты, которые более слабая не может. Но при этом более слабая система может в ней описать себя таким образом, чтобы внешнестема не сможет ее обыгрывать. Что внешнестем будет выгодно с ней копироваться. То есть у нее все равно достаточно знания, чтобы себя написать таким образом, чтобы внешнестем с ней может скоперироваться. Да, один момент очень-очень важный, о котором я забыл сказать, что эта программа не может проиграть. Эта программа никогда не получает вот этот результат. Если наша формальная система непротиворечива, то такого не может быть, что наша программа кооперирует, а противник ее предает. Так как она кооперирует только в том случае, когда доказуемо, что противник кооперирует с ней тоже. То есть, и это один из моментов, которые Ефим говорил, что да, даже слабенькая система, которая не может вывести все, что гораздо более умная система может, может заставить умную систему кооперировать, потому как ее эксплуатировать невозможно. Но при этом другой момент, Ефим, который ты сказал, что слабенькая система может себя написать. Это не так. Сильная система должна себя описать так, чтобы слабая система при этом могла доказать о ней, что сильная система хочет кооперировать. Я правильно понимаю, что это в рамках программной лидии к вопросу, когда одна система искусственного интеллекта создает более умную систему искусственного интеллекта, они как разучены в программе? Нет, это похожий вопрос, но это более-менее ортогональный вопрос. Есть ли у нас сильные системы, которые, скажем, знают друг о друге все? Как принимать решение, как принимать решение этим системам? Это вопрос скорее в ту тему. Да, и наши три часа истекли, но если у вас есть еще буквально 10 минут, то я могу показать, причем здесь теорема лёг. Можете сформулировать быстро, мне просто нужно бежать. Теорема лёг. Теорема лёг. Говорит о том, что этот знак означает доказуемо фи. В достаточно сильных формальных системах, как система... Ну, именно тех системах, о которых говорится в теоремах Гёделя, можно выразить в самой системе доказуемость формул в этой системе. Для любой формулы можно написать вот такую вот формулу. Если фи доказуемо, то фи. Теорема лёг говорит о том, в каких случаях доказуема формула, выглядящая вот так. На первый взгляд, это могло бы быть для любой формы. То есть, если доказуемо, что 2 плюс 2 равно 5, то 2 плюс 2 равно 5, да? Это формула... Мы считаем, что эта формула верна. Даже для тех фи, которые ложны. Но теорема лёг говорит, что Если формула, выглядящая вот так, доказуема, то и фи тоже доказуема. Я напишу вот так вот. То есть, если доказуемо, что из того, что фи доказуемо следует фи, то фи сама по себе доказывает. Это теорема лёг. Я просто поздравляю, что ты отцепельял. Не, нормально. Не, не, просто... Нормально. Я подозреваю, что то, что я сказал, не было понятно. Это очень непростой и очень важный результат, что, скажем, арифметика, теория арифметики, где говорится только о числах. То есть, у нас есть формула, что у нас было. У нас были цифры переменные, плюс, умножить и так далее. То есть, формальная система, которая может говорить только о числах, в каком-то смысле её можно научить говорить о формулах, которые говорят о числах. То есть, если у нас есть формула 2 плюс 2 к 1,4, мы можем составить составить другую формулу, которая будет очень-очень-очень длинной, которую мы описываем вот так вот, 2 плюс 2 к 1,4. Это будет формула на таком же языке, то есть, на языке, на формальном языке, говорящем о натуральных числах, которая высказывает то же самое утверждение, что доказуемо в изначальной системе то, что 2 плюс 2 равно 4. Как это сделать, это непросто, это сложно. Но после того, как у нас это есть, мы можем задавать всякие разные странные вопросы. То есть, я могу сюда написать какую-то теорему, теорема Ферман. То есть, формула я могу спросить, доказуемо ли теорема Ферман? Можно ли ее доказать? Это отдельный вопрос. Можно задать другой вопрос. Доказуемо ли, что доказуемо теорема Ферман? И можно задать целую серию вопросов. Доказуемо ли, что доказуемо, что теорема Ферман? Один из результатов, что если что-то доказуемо, то доказуемо, что оно доказуемо, и доказуемо, что оно доказуемо, что оно доказуемо, и так далее. Как угодно глубоко. Но можно задать другие вопросы. Например, есть у нас какая-то теорема, о которой мы еще не знаем. Не решено. Она еще не доказана. Неизвестно, верна она или не верна. Неизвестно теорему ли она. Неизвестно теорему ли она. А есть формула, которая неизвестна теорему ли она. Напишем сюда что-нибудь математическое. Гипотезу какую-нибудь. Можем задать такой вопрос, что следует ли из того, что доказуемо, гипотеза Риммана, что она верна. И в каком-то смысле, в каком-то смысле утверждение такого, выглядящее вот так, что из того, что доказуемо, фи следует, фи. они верны для всех форм. Потому как, если фи доказуемо, то, конечно, из того, что он доказуем, левая часть истинна, и правая часть тоже истинна. Но если формула неверна, то есть формула важна, то правая часть важна, но левая часть тоже. Мы считаем так. Если наша формальная система непротиворечима, то есть ложных высказываний доказать невозможно, то тогда левая часть ложна, и из лжи все следует. То есть эта формула, она правдива и в случае, если фи является теоремой, и в случае, если фи не является есть еще один класс формул, о которых невозможно решить доказуемые ли они. Но тогда левая часть, тогда о правой части мы не знаем ничего, не знаем верна ли фи или нет, но левая часть сложна. То есть в каком-то мета-смысле, то есть я знаю, что это высказывание должно быть верно для всех фи. Вопрос доказуемо ли для какого-то специфического утверждения. И это то, о чем говорит теорема Лёба. И теорема Лёба нам говорит о том, что эта формула доказуема, тогда и только тогда, но обратное утверждение оно просто, если фи само доказуемо. Я еще раз извиняюсь, это непростое высказывание, непростая теорема, но зачем она нам поможет. Пусть фи будет следующее высказывание, то, что наша программка FireBlock получая себя как input выдает кооперацию, то есть фи это высказывание. Вернули фи или нет, мы пока не знаем, доказуемо оно или нет, мы пока не знаем. Давайте посмотрим вот эту формулу, что следует ли из того, что фи доказуемо, что фи следует, потому как именно это является, что делает наш FireBot, он проверяет, доказуемо ли, когда он получает сам себя, то здесь стоит именно то утверждение, что если доказуемо, пока игнорируем этот лимит, что именно это то, что FireBot проверяет, он проверяет левую часть, если смотрит доказуемо ли, и если доказуемо, то возвращает си. То есть я утверждаю, что для этого конкретного утверждения оно доказуемо, не только верно, но оно доказуемо. И мы можем сделать этот вывод, не зная того, что именно здесь произойдет, просто из структуры программы. Структура программы такова, что если это утверждение доказуемо, то оно верно. Если доказуемо, что FireBot равно си, то он возвращает именно си. Так? То есть это на первый взгляд не очень интересное гипотетическое выражение, оно доказуемо, но теорема Лёба говорит нам, что тогда само Fee доказуемо. То есть доказуемо, что FireBot кооперирует сам с собой. Теперь вернемся к этому параметру. Для этого нам нужна не теорема Лёба, нам нужна теорема я забыл как называется, но у Чарем и Лёба есть разные варианты, есть вариант с параметрами. То есть если эта часть доказуема за сколько-то шагов, то и φ само будет доказуемо не намного больше шагов. Используя этот вариант теоремы Лёба, мы получаем то, что нам нужно. из структуры программы следует, что эта часть будет доказуема в каком-то конкретном не очень большом количестве шагов, точно меньше чем 10 в сотой степени. То есть само утверждение, что феррбот кооперирует сам с собой доказуемо в ненамного большее количество шагов. Вопрос, пока я перейду к философии. А если мотается несимметричное в ненамного коперирует? Здесь ничего не говорилось о том, что какова матрица, весь результат он следовал только из структуры самой программы. Могу пояснить очень простым примером. Что напишем программку, которая выглядит точно так же, только в sudo c изменено на d. что if если доказуемо то же самое, но только ищем доказательства предательства, то придаем в противном случае кооперируем. нужно изменить название, я не знаю как назвать это unfair block можно назвать, но это будет неправильное название, здесь просто все поменяют местами силы. Что делает эта программа, если ее запустить против самой себя? да, придает. И опять-таки это следует из структуры программы, так как сейчас мы не сможем записать, что из того, что если доказуемо, что она кооперирует сама с собой, то она кооперирует. Это из структуры программы недоказуемо, но то, что если доказуемо, что она себя придает, то она себя придает, доказуемо. И поэтому из теоремы Лёго будет следовать, что она себя придает. То есть это не очень умная программа. Она гораздо глупее, чем это выглядит. Если ее запустить против Феррбота, это я сейчас не смогу показать, потому что для этого нужно немножко больше, чем теорема Лёго, но не намного больше. Если запустить эту, назовем ее Анферрбот. Мне кажется, было название. что Феррбот против Анфербота проблема будет в том, что одна из них ищет доказательства кооперации, другая ищет доказательства предательства. Что произойдет в этом случае? Что произойдет в этом случае, что ни одна из них не сможет найти доказательства. И поэтому Феррбот предаст своего оппонента, а этот глупый Анферрбот он будет копировать. То есть получит самый нежелательный результат. Здесь D, а здесь C. А разве Феррбот не увидит, что он в другие способности будет приехать? Это очень странно, но это математически именно так, что unfair, but для этого нужно, что наша система непротиворечива и при этом и... Наверное количество итераций одинаковое? Здесь нет, здесь только одна итерация. Нет, я про число. Глубинут? Да, глупинут. Независимо. Любую глубину они не смогут найти доказательства. Но для этого нужно, чтобы здесь нужно, чтобы наша логическая система была непротиворечива. Мне кажется, даже больше, чтобы добавить аксиому непротиворечивости, она все еще была непротиворечива. Я извиняюсь, это технические детали. Что? Что Феррбот ищет доказательства кооперации и кооперация будет. Unfair бот будет коопинировать с ней, но это невозможно доказать. Что в изначальной системе, которую мы выбрали, в формальной системе, это невозможно будет доказать. Можно произвести, соорудить более сильную формальную систему, в которой это можно будет доказать, но изначально Феррбот не сможет доказать. очень интересно, что они ищут доказательства того, что именно произойдет, но не смогут найти доказательства. И поэтому один из них поступит именно в этой степени. это был ответ на вопрос, имеет ли значение матрица выплаты. Не матрица выплаты имеет значение, имеет значение структура программы, доказательства, чего мы ищем. Если мы ищем доказательства кооперации противника и противник делает то же самое, то мы будем кооперировать. Если нет, то зависит от того, что именно они делают. Так мы просто ищем кооперацию, потому что это выгодит. Да. Если матрица выплаты другая, то может быть другая. Но результат будет зависеть от структуры программы. они от матрицы бывают. Еще вопросы? Философия. Пару моментов я хочу заметить. Во-первых, Fairbot кооперирует с программой, которая кооперирует со всеми. Я бы сказал, что это нежелательный результат. Что это не особо умно так поступать. Если мы узнаем, что наш противник кооперирует вне зависимости от того, что мы делаем, то лучше получить не этот результат, а этот результат. Интересно, что это оказалось гораздо сложнее придумать придумать такую программу, которую нельзя эксплуатировать, то есть которая никогда не получает плохой результат, которая кооперирует сама с собой, которая кооперирует с Fairbot, потому как с Fairbot невозможно эксплуатировать, то есть с ним стоит кооперировать, но эксплуатирует ту программку, которая кооперирует со всеми. Это возможно, но это странным образом оказалось гораздо сложнее. и вторая часть философии, что вот мы написали эту программу, я пытался выразить то, что с одной стороны это результат интересный математический, потому что это действительно можно написать конкретную программу, с другой стороны это совершенно непрактический результат, потому как ни одна из таких программ никогда за нормальное время не выдаст результата, но при этом является возможным, не то, что является возможным, а у меня есть программа, в которую можно вводить программки, написанные например на таком языке, которая будет определять, что если бы их возможно было запустить и выждать результат того, что они сделают, то есть предсказывает результат, не предсказывает, а вычисляет это скажем так, какой он причем это опять-таки здесь нужно чуть больше, чем теорема любви, намного больше, но больше, то есть результат такой, что для любых программ, которые зависят от действия оппонента только в смысле доказуемости, что доказуемо о нашем оппоненте, что он делает против нас, что он делает против третьих лиц, можно задавать такие вопросы, можно вычислить, какой результат мы получим. и тут уже можно уйти в разные направления, например, задать вопрос, есть ли лучшая программа такая, которая выигрывает у всех, у кого можно, то есть выигрывает у всех, у кого можно выиграть и в противном случае добивается кооперации во всех случаях, когда ее можно добить. Ответ, к сожалению, нет. Есть статья, это Introduction to Web Theory and In Me Research, которая не очень длинная, я считаю достаточно читабельная, гораздо более читабельная, чем обычные математические статьи и другие результаты МИИ. Если кого-то интересует конкретная тема, в ней описано... Давай начинай для меня запросы. Примерно все. Я бы не имел ввиду, что мог. больше про процесс вопрос. Насколько я понял, что вот эта работа, которая статья, ты и еще авторы, вы там как-то сели в течение воркшопа и там нескольких дней и вот прямо сделали. Это действительно так было? Не совсем так. Результат о Fair Watcher, то есть то, что я вам сейчас показал, был известен до того воркшопа. Это результат русского парня зовут Владимир Слепнев. и этот результат был известен до того. То есть эта проблема стояла довольно долгое время, что Fair Board делает, если его запустить против самого себя. И Владимир эту проблему решил, но что еще можно здесь сказать, например, что делает этот против этого и более полно описать здесь. Все остальные результаты прошли на том воркшопе. А вы еще получили результат, который придает бота, который всегда корпорируется и сделали вот эту штуку, которая запускает. То есть вы там утром один день собрались и три дня сидели шестером и программировали. Это было я не помню сколько это человек было, но примерно шесть. Может семь, может восемь, может нет. Это был один из более больших воркшопов. Думали мы не только над этой проблемой, а над многими различными проблемами. Но да, примерно воркшоп выглядит так, что утром, утро это обычно в двенадцать, все собираются с двенадцати и допоздна люди сидят и обсуждают и думают над этим прожонят. Программировал только я. Спасибо. Вопрос такой. А какое реально фактическое применение имеет к существующим разрабатываемым и тому, что будет и? Конкретно это не имеет никакого отношения. Я даже скажу, маловероятно, что смежные результаты будут иметь хоть какие-либо практические применения. Когда-либо. Мне кажется, это все равно интересно с теоретической точки зрения. То есть в математике не всегда известно заранее, что будет интересно. И с математической точки зрения мне кажется, это достаточно интересно. Это частичный ответ. Другой частичный ответ, что это не все, чем занимается Мир. Мир занимается практическими вопросами, как использовать, как сделать так, чтобы машинное обучение было более объяснимым и так далее. просто те проблемы, с одной стороны, я знаю о них меньше, с другой стороны, они гораздо более технические. Там гораздо сложнее найти что-то, что я могу рассказать за часть, и в конце будет вот такое вот интересное зерно. Поэтому я рассказывал об этом. Извиняюсь, если это не настолько интересно, но да, эта конкретная штука, практическое применение на данный момент не имеет, я не думаю, что будет. задача, которая в первой части отца подчислять эти посылки, как-то для людей То есть ты даже человек в программе? Может, обсудим попросы? Еще? Вопросы? На Google можно. Я думаю, это лучше обсудить в неформальной обстановке, а сейчас все. Ну да, тогда можно все в кулуарах. Спасибо. Давай, Валентин, давай, спрашивай. Ну, я так понимаю, что частично ответили на мой вопрос. Но можно ли как-то проложить какой-то путь от этой задачи к тем практическим задачам, которые Мири опозначил, например, в недавнем посте про наши планы в 2016-е, теоретические, практические. Вот еще ребята из Google. Как-то вот… Какое хотя бы направление там? Я так понимаю, это decision? Это направление decision theory. Как принимать решения? И этот вопрос уже практический. То есть на данный момент все узкие использования искусственного интеллекта используются, скажем так, в природе. То есть нужно принимать решения, где неизвестно точно, что происходит вокруг тебя, но нету таких компонентов, которые были бы сравнимы с тобой. То есть принимать решения, где от твоего решения зависит от других искусственных интеллектов, а как делать это, не существует хорошая формальная теория. То есть да, это та часть исследования Мири, которая говорит об этом, о теории достижения. Спасибо. Все в том, как от двух исходов перейти к бесконечному… Как от двух исходов перейти к бесконечному… Мы еще не стоим там, чтобы достаточно понимать, как принимать решения при только двух исходах и полностью в детерминистичной системе. Даже это пока не решено. Так что вопросы, если у тебя бесконечное количество возможностей, это, скажем так, пока не затягивается. То утверждение, что ты говоришь о любых существующих сейчас компьютерах в поиске доказательств займут слишком много времени. Если просто наивно написать эту часть. Если написать, если использовать более сильные системы, я не знаю, может быть это будет работать. Как называется… Как называется… …автоматические доказатели теорем. Если использовать сильные автоматические доказатели теорем, то вполне возможно, что это будет. Сложно, потому как идет через теорему Лёба. И напрямую… Как доказать напрямую, что Фэр будет копироваться сам собой, я не знаю. У меня еще такой практический вопрос. Если, предположим, я мало-плохо себе представляю математику, но вот мне интересно конкретно то, что ты рассказывал. Поможет ли мне хоть как-нибудь чтение, если ты, может, знаешь книжки Гёда Леша Бах? Или это полностью параллельная такая практистика? Конкретно математики не поможет. В чем поможет, это… Не знаю, насколько сильно. Это зависит от того, что ты знаешь на данный момент и предыстории. Поможет в интуиции. То есть, здесь нужно довольно… Много вещей… В общем, это странные вещи случаются, что что-то истинное, но недоказуемое. И получить интуицию, о чем можно… Что и как можно выразить в таких самосистемах, которые ссылаются на самих себя. В этой интуиции она поможет, книжка поможет. Например, что я хотел… О чем я хотел рассказать, но я знаю, что на это время не будет. Это что-то типа доказательства теоремы Лёба, но не доказательства теоремы Лёба. На английском это называется Santa Claus Sentence. То есть, предложение о Санта-Клаусе. Я могу вам доказать, что Санта-Клаус существует. Я посмотрел в русской Википедии, это называется… Что-то русалковое предложение или предложение… Единорогов. Или единорогов, да. Что, опять-таки, читая Георгий Ашай Бах, ты получишь представление о том, как это работает и почему… Само по себе это утверждение и доказательство не является очень интересным. Но если его перевести в математику, в формальную систему, получится именно теорема Лёба. Я считаю, что стоит на этом закончить. Я выпил воды до 3 часа. Мне нужны технические пиры. Ребята, кто хочет, предлагаю сейчас пойти в бар здесь за углом на противостояния Лёба. Парк и продолжим. Строили? Спасибо. 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 Спасибо.